Добрый день дорогие садоводы и огородники с вами Светлана весна 10 апреля так вот у нас ежевика фрай рубен вот она колюченькая это рубен вот я ее вот такие веточки оставляла только накрывала просто сахарным мешком так это мы обрежем сухое здесь так же вот вот только накрыла их лопатовым мешком ну вот вот такие веточки пускают проверим как она будет это до конца его обрезать чтобы были новенькие но пока новенькие будут еще нету вот новеньких а вот уже на этих листики есть но это первый раз я выращиваю так что буду смотреть экспериментально это у меня prime arc freedom совершенно гладкий не колючий то же самое оставляла веточку но вот маленькие же отпустили отпустила маленькую белую веточку а это было просто накрыто даже какая-то зеленая совсем осталось просто накрыто сахарным мешком так вот прям целую ветку я стала тоже рубен тоже вот он весь колючий эту ветку тоже просто на землю положила сюда накрыто мешком вы смотрите все почки проснулись и проснулись и так что у нас здесь у нас здесь надо это вот так вот обрезать ну так нитка сухой вот тоже отбивает отбивает у нас было зимой минус 17 само больше вот под сахарным обыкновенным мешком веточка сохранилась новеньких а новенького новенького смотрите новенькая есть маленькая отбивается это рубен дальше это prime arc freedom тоже отбивает на веточке что которая была которая осталась а новеньких новенькая тоже вот смотрите есть начинает новенький на это вот так это тоже freedom смотрите какой хороший костик тоже одно оставила накрыла так смотрите сока снизу подбивала уже вот это помощнее костики лучше подбивал ну вот под минус 17 под обыкновенным сахарным мешком видите сохранились эти пенечки наши эти палочки ну дальше его смотреть как он будет развиваться как за ним ухаживать все значит ежевика вся рубен и prime arc freedom все нормальном состоянии в отличном мороженых видок нет так это моя яблонька вот такую формировку я делаю специально оставляю нижние ветки пониже так называемый называются якорные ветки они не дают дереву расти высоко я вот здесь обрезала пытаюсь вывести новую веточку даже или это теперь потом обрежу так а новые ставлю то есть надо постоянно ветки обновлять может света вижу много надо опять опрыскивать опрыскивать и опрыскивать его что здесь вот смотрите здесь тоже этот толстый слой надо бы обменять на новый с ветки 9 деревьев не старели я вот обрезал такой пенек когда обрезается побольше оставляется для того чтобы отбил обязательно новую веточку вот меня со стороны будто бы отбила посмотрим мы с этой стороны это бьет чтобы эту заменить на новую потом что еще здесь у нас этот высокий один главный ствол и все-таки заниженный снизу здесь тоже я сделала так обрезала вот старую с надеждой что отобьет откуда-то отсюда и эту потом срежем обновим эту ветку ну или это вот из там месте там суда если не пойдет до этого оставим а эту срежем связать вам тоже вот так среживать не если ты так близко как положено тогда не будут отбивать веточек а если вот так оставлять пенек до подбивать ветки молодые вот такое деревцо ты можешь лет 12 так и по обрезала кончики везде кругом от света полно на каждый цвет есть и так постепенно будем обновлять веточки вот так говорят дерево все равно даст свои килограммы даже если она не сильно высокая если положено 15 килограмм то и даст 15 парам только будет или крупные или мелкие посмотрим что получится идем дальше поэтому я смешная карликовая абрикоса не знаю вот такая вот что за каврика я не сильно разбираюсь в этих деревьях что за карлика она была двойная так два стволика и шла я жалею что я обрезала второй стволик у меня еще одна есть но там я второй стволик не обрезала это вот должно быть все веточках маленьких с абрикосками в этом году первый год цвела вот это выше на тоже 4 метра это все что будет выше не пущу тоже 5 низкие ветки низкие боковые все обрезают люди а я оставляю чтобы она не шла вверх низкие ветки ветки на низу так и вот персик мы так что то здесь мы сейчас это вот обрежем этому персику вот третий год первый раз он этот персик цветет цветом моря так смотрите как как персик обрезается он обрезается как карандаш если веточек если веточка толщиной как карандаш оставляется это 8 9 цветочков если веточка такая тоньше карандаша то три почки и совсем тоненькая такая вообще не трогает ну вот такая чешевидная форма и получается все внутри ветки которые во внутрь идут все надо удалять а этот персик он вырос вот от старого дерева то есть корень по-видимому там очень хороший и большой значит я думаю что он она подняет много персика это мой инжирный персик тоже третий год и тоже первый урожай и пчелки пчелки летает вот видя какая красота у нас внутри дня дожди мы так переживали что персик не будет ну все пускай пчелка работает это моя черешня смотрите сколько здесь цветов вот это все облеплено вот цветах цветов смотрите куча на куче она это черешня то вообще беда нам не умирала я хотел уже выкорчевать и садиться до новые какие-то черешники новые такие а потом я это лечила воде была большая рано и и почистила выскребала все там тоже видео мне есть и замазала железным купоросом она была еще вся заросшая мхом почистила железной щеткой вещь черешни были все гнилые падали вообще мы не ели я и обрезала вверх вот четыре метра тоже где-то может может четыре с половиной вышина и она мне поддает урожай и вкусная такая вообще в этом году она вообще облепленная в том году немножко было меньше урожая в этом году ну просто красавица посмотрим цветет то цветет сколько будет урожая здесь так сейчас покажу вам вот моя жимолость тоже посадила в том году и что вы думаете она меня уже цветет и мы еще ни разу не пробует такая радость хочу попробуем вот жимолость первый раз цветет и первый раз вообще мы ее видим вот такие кустики два кустика пока название не говорю за осень за зиму где-то а где-то вот есть надо поперевязывать повыше какая-то изюминка вот такие вот и это не четыре кустика цветет смотрите какие-то цветочки вот это вот жимолость такая опа суда я на дач подвязывать еще не везде порядок у нас есть так это моя актинидия вот она под заборчиком будут цеплять вот на эти штучки вверх и на по бокам будет расходиться это крупноплодная а то а так киевская крупноплодная как то так вот такие листики и тут красивые же листики пошли на 7 кусток актинидии здесь 5 и там возле ворот 2 и вот актинидия мальчик мы не тоже еще не подвязла решить мы не управили здесь пока так накину вот вот такой вот вот такой вот большие листочки и такой длинненький вот это вот такая тенингия пошла это моя надежда я жду жду это хурма называется мидер или как да это мидер том году я только посадила однолетки на осень лето она проросла не в том году позапрошлом году проросла летом дала вот три веточки вот такие вот почечки но очень долго почки аж вини только отбила почки думала что капец не будет в этом году вот сняла укрытие все все смотрите все почки такие набухшие ничего не обмороженного ничего нет вот такие и крайне почему-то побольше а как-то ближе к стволу что-то веточки сюда почечки поменьше вот такой мидер у меня почки какие какие зимовала на меня в трех слоях сначала был мешок сахарный потом солома потом опять картоном закутывала и сверху опять мешковина обматывала это еще этот год надо обматывать получается три третий года на следующий год наверно вообще уже не надо ее окутывать на зиму посмотрим это миндаль тоже только в том году посадила вот и близко хочу чтобы он рос кустом не знаю как может здесь ниже здесь идет она разветвлялась и но здесь какие-то почки мертвенькие это салаз только здесь здесь тоже почки вот только одна отбивается это ветка хорошая голубика вся прекрасно перезимовала вот там году было двигать где только грозди в этом году уже много цветов клюквочка не знаю когда нам будет свистеть что-то на ней молчит сидит не вижу никаких цветочков уж на позже не знаю это тоже только в том году посиди посадила смотрите как будто бы цветочек вот будет а если мы тоже это сам еще не поносил первый раз видите тоже такие хорошие такие почки прекрасные просто я думаю что это цветы если я думаю посмотрим цветы или нет диск пополучше кустики побольше полила я один раз водичку с украсом теперь надо прийти микроэлементами специальное удобрение для залий полить это был сломанный отбивает новые и так и оставила его сломали были веточку так еще осталось мне два интересных растений это вот инжир и граната вот что инжир вот он еще был согнут еще не выровнялся я соломку солому которую я укрывала сразу убрала еще в конце февраля начало марта а целлофан была с агроволоком оставила буквально две недели так только я убрала злофан с агроволокном и вот смотрите что на них уже вот маленькие инжиринки вот они маленькие инжиринки есть какие-то не в пятнышках не знаю вот такой пак по эти почки видно что они не обмёрзшие вот они начинают протыкаться но очень долго когда они пробуждаются эти почки очень долго ни разу я такой большие кусты такие не укрывала я не знаю если смысл в этом что-то мне кажется что нет смысла вот смотрите а вот они инжирки вот они маленькие будет ли толк с этих больших веток я наверное не буду больше такого делать буду обрезать нормально вышину вот смотрите какие маленькие вот инжирчики уже растут на краюшке и вот здесь вот маленькие вот на этой везде на кончиках вот такие маленькие инжирчики ну что это почему-то на кончиках а в том году только посадила осень в этом году кое-что добавила там вам видео снимала вот такие маленькие кустики уже как будто начинает цвести полила уже марганцовочка полила уже мочевино его для удобрения вот так и полила даже куричьим пометом самое интересное это мои две гранаты вот такая вышина гранаты и странные листики какие-то розовенькие я не пойму что-то они такие розовые здесь розовые листья это у нас название крымский полосатый и вот галюша розовая идет вот листики здесь желтые может там просто меньше они галюша розовая да и крымский полосатый и смотрите какие-то здесь черные почки это наверное замерзшие ну они его черные почки ну они как показать вот черные и все равно пробивают зеленые листики с под них наверное обмороженные что ли тоже надо сейчас пообрезать кое-что здесь вот так вот веточки не знаю как тут формировать столько стволов как что вообще понятия не имею никак не могу найти а это вот чудной красный какие-то листики вот так крымский полосатый вот такая все перезимовало хорошо все нормально этот мне старше на год вот он обрезанный такой мне и дали его получила я такой обрезанный агромаркете заказывала саженцы какой-то стволик чудной вот так это дали мне двухлеточку а тут был однолеточка кустик вот так посмотрим как гранатка будет колючая такая вообще не знал как я буду укрывать ее на следующий год такие колючки как показать вам что это колючки вот у меня какой-то ага вот видите какие колючки ах то странно они на всех ветках вот на этах ветки нет колючек на той ветке есть это как понять интересно на одной ветке есть колючки на троих ветках нет колючек а есть только они вот выше идут вот колючки повыше стволик получается без колючек а веточки с колючками ага разобрались вот такой мой маленький участок и правда еще не везде порядок беседку надо там пирать накрывать ее чем-то вот такой вот смотри вот таких вот маленьких у меня четыре рядочки клубнички все аж на всем но я уже вот такие манипусенькие и я вот под деревьями даже под ябленькой посадила так по кругу и там вот тоже с той стороны и вокруг деревца посадила вот так окантовала дерево клубничкой вот такие вот четыре у меня рядки теплые было четыре одно я забрала под гранатом все здесь уже конечно овощи растения будут получается та большая под помидорки здесь у меня был перчик здесь был были синенькие но я меняла местами теперь здесь будет перчик синенький и вон там такой вот такой самый он сейчас покажу огуречник мой вот моя клубничка вот такой вот огуречник вот накрытый вот решетка еще висит надо будет огуречник вот такой вот это клубничка что я по краешку посадила а везде дорожки хочу показать свои дорожки это не везде стружка стружка под низом кое-где картон вот сейчас дожди прошли хоть бы что хочешь ходишь очень удобно ходить мягенько везде она это стружка от овязи защищает черная смородина вот смотрите уже сколько уже и отцвездет она сколько здесь уже цветочка вот маленький малиник все мне по чуть-чуть все по чуть-чуть маленький такой ботанический сад все по чуть-чуть только тоже в том году только посадила все мне так с того года понасаживала здесь вот малинку посадила пытаясь ее развести вот сварили только в этом году опоры вот такие надо красить натягивать струны здесь и хочу такими кустами сделать чтобы на этой рядке было штук пять кустов и только кусты не было то там там раз все таки тоже надо поубирать будет их только оставить такие нормальненькие кустики так что вот мой второй этот инжир здесь почему-то на концах нету а я его соломой не укрывала только целлофан укрывала и клеенку видите на концах нигде инжирчика веточка на концах веточек нигде инжирчика нет зимина зимина такие маленькие-маленькие почечки как вот как кисточки вот ой я его загорала дай бог не сломали вот они как кисточки черненькие вот видите вот она только-только начинает очень поздно очень поздно пробуждается и почки такой маленький берец второй год бедная мучилась и его солнечные ожоги он получил надо обязательно укрывать первый год очень наверное уберу ветки типа ломают очень хорошо очень хорошо укрывать солнца первый год и второй и в этом году а потом уже на третий год уже укрывать вот этот инжир а второй куст который укрывался только под пленкой без соломы тоже инжирчиков нет но висят прошлогодние вялые надо их побрать думаю может они поспеют не не спеют и вот моя бедненькая озимина не видно ничего озимина вторая собак почему-то не настраивает на почки видите они такие как коричневые кисточки упало на эту озимину железо лишь железо вот этот вот страшный был ураган это подломал надо поровнять если б не было этой сетки все сломали бы мою озимину такие виноградные кусты я уже подвязала лосы здесь что хочу показать такие лосы вот ветка замещения идет и лоза согнута туда будете здесь здесь где нет ветки замещения если вы согнули а замещения нет значит первая почка которая будет расти оставьте ее для замещения чтобы она не плодоносила обрываете громкий и оставляю для замещения этой старой ветки вот так виноградик тоже весь хорошо вот тубничку вот под виноградом кстати посадила вот так вот натыкала где только можно конечно у меня нет морковки но брячка я тоже посажу там под деревом вот эти опилки которые в том году я расселила вот они тоже мягенькие то грязи нет вот моя горчица растет что я сеяла пока еще смородина черная ну так кто был у меня в гостях спасибо заходите еще будем дальше наблюдать что здесь вырастет